Здравствуйте, с вами я, Захар Испалимов, и это программа 02, программа, из которой вы узнаете обо всех главных чрезвычайных происшествиях и криминальных новостях Тулы и Тульской области. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полиция проверяет действия зоолога-любителя, который установил растяжку, похожую на взрывное устройство. Службы полиции по реагированию на угрозу теракта были накануне приведены в полную готовность. Причиной послужило обнаружение в Кимовске предмета, похожего на взрывное устройство. Местные жители увидели вблизи газораспределительного узла растяжку из лески, подключенную к мобильному телефону. По внешним признакам, конструкция напоминала подготовку к теракту. Сюда были незамедлительно направлены службы взрывотехников и саперов, специалисты. Проведенными мероприятиями данное устройство, условно можно сказать, что было обезврежено. На проверку оказалось то, что взрывного устройства там фактически не было. При проведении дальнейших оперативных мероприятий было установлено, что данную растяжку установил заволох-любитель, который в этом месте отслеживал появление лисенка. Установивший растяжку житель Кимовска раскаивается в содеянном. По словам мужчины, он не предполагал, что его изобретение будет воспринято как подготовка к подрыву. Полицейские проводят проверку обстоятельств данного происшествия. Придумал такое устройство, типа как растяжки или лески. Натянул эту леску, поставил телефон просто. Это просто сигнальное устройство. В Арсеньевском районе расследуется уголовное дело по факту изнасилования 11-летней девочки. Эта история уже успела прогреметь на всю область. И вот суворовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении ребенка. 13 ноября 2012 года неустановленный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки на территории по улице Коттеджа Арсеньевского района Тульской области. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению лица, совершившего данное преступление. А в Олексинском районе ранее уже судимый житель, похоже, не сделал никаких выводов и теперь вновь предстанет перед судом. По версии следствия, 23 июня 2012 года ночью на лестничной площадке дома, расположенного по улице Мира города Олексина, обвиняемый на почве личных неприязненных отношений нанес 27-летнему потерпевшему не менее 4 ударов ножом в жизненно важные части тела, грудную клетку и поясницу. Убедившись, что потерпевший мертв, злоумышленник с места преступления скрылся. Следствием собрана достаточная доказательственная база и теперь уголовное дело направлено в суд. За прошедшие сутки на территории Тульской области произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек пострадали. Этой ночью в Узловой на улице Циолковского неизвестный сбил трех пешеходов, двух девушек и парня. Молодым людям чуть больше 20 лет. Все они доставлены в лечебное учреждение с переломами различной степени тяжести. Компания находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД все же был обнаружен автомобиль ГАЗ-24. Его водителем оказался Узловчанин, 78-го года рождения. К тому же, как нам удалось выяснить, мужчина, совершивший наезд, и сам был сильно пьян. На сегодня у нас все. Это была программа 02. Смотрите нас завтра в 19.25 на телеканале ТВ-Центр Тула. Будьте бдительны и соблюдайте закон. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова